Они снова пройдут в бессмертном полку. В Нарьинмаре готовятся к проведению всероссийской акции. Ежедневно количество людей, желающих принять участие в шествии бессмертного полка, стремительно растет. Единственное условие для присоединения к акции – помнить и гордиться своими героями и их великой победой. Для Татьяны Яковлевны эти фотографии – особая ценность, ведь на них запечатлены представители сразу двух родовых общин. Самая удивительная история – о братьях деда Евлампия Александровича, которые встретились накануне победы в Германии. Это Федор, Давид и Иван. И самый покоряющий факт в том, что братья вернулись с фронта живыми. Да, конечно, ранены, как вот мой дед был, его вынуждены были комиссовать в конце, в декабре 1943 года. Но остальные уже братья практически все до конца войны смогли остаться в действующей армии. С особым трепетом, держа в руках фотографию своего отца, Татьяна Яковлевна рассказывает, как ее отец Яков Ушканов, будучи совсем еще пацаном, приближал победу. Уже в 1942 году, в январе месяце, оказался в Челябинске на заводе, авиационном заводе номер 34, и где проработал вплоть до 1948 года слесарем-фрезеровщиком. Кстати, за эту работу он был достоин медали «За доблестный труд» во время Великой Отечественной войны. Ну а позже, когда уже оказался на Ринмаре и работал авиатехником здесь всю жизнь, даже в свое время получил в 1975 году Орден трудовой славы третьей степени. Поэтому, ну как говорится, после войны жизнь продолжалась. Жизнь продолжается и сейчас. 9 мая Татьяна Яковлевна со своими родственниками вновь встанет в ряды бессмертного полка. Эта акция проходит на Ринмаре с 2013 года. В первом параде приняли участие более 300 человек. В следующем году количество участников возросло до 850 человек. В 2015 году к акции присоединились поселки Красное и Куя. Во всероссийской акции помимо города участвовали 13 муниципальных образований. На главной площади окружной столицы собрались более 1400 участников и еще столько же в селах. В общей сложности в прошлом году участниками акции стали более 2500 человек. То есть каждый восьмой с огромным желанием встал в ряды бессмертного полка. Это просто дань памяти нашим предкам, нашим дедушкам, прадедушкам, тех, кто воевали. И это еще один способ нашему подрастающему поколению рассказать о той войне и о тех войнах, о их предках. Потому что это все уже забывается. Живые ветераны, к сожалению, уже уходят от нас. Все меньше и меньше участников войны. И вот эта акция как один из способов сохранить вот такую память. Участниками акции может стать любой желающий. Им достаточно принести фотографии в молодежный центр для распечатки портрета и написать заявление. Если у вас есть готовый портрет или медаль или другая памятная реликвия, вы также можете принять участие в этой акции и почтить память своих предков. Бессмертный полк – это очень масштабная акция. Они информируют, что она будет проходить 9 мая. Каждый гражданин, который хочет почтить своих предков, он знает об этой акции. С каждым годом воспоминания о той войне уходят в историю. Все меньше в праздничной колонне на трибунах остается ветеранов. Участие в акции – это призыв ко всем, кто чтит память о войнах, хочет записать своих ушедших солдат в бессмертный полк и 9 мая пройти с портретами отцов и дедов в общей победной колонне. Главная цель акции – сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. О каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.